Привет, просветители! 2023 год. Какие он вызывает ассоциации? Нет, это не то, о чем вы подумали. И не это. Даже не близко. М? Не, все еще холодно. 2023 год это год педагога. Ура! Год педагога. Это как знак водолея. Только год. И педагога. И мне лучше сегодня не шутить. Я в не меньшем шоке, не переживайте. С другой стороны, разве не эта профессия сейчас взлетела на вершину популярности и алимпрестижа? Нет? Странно. А вот министр просвещения думает иначе. Как обычно. Сережа, я тебя любила тоже. Две недели подряд меня забрасывали сообщениями. Павел, там интервью с Кравцовым вышло. Павел, вы должны это увидеть. Я это увидел. Лучше бы я этого не видел. В прошлую субботу на стриме мы посмотрели этот кусок сознания. И мои эмоции нужно как-то оформить и сформулировать. Потому что на стриме я просто старался не орать чаечкой. Очень сильно. Если что, запись стрима доступна на Бусти. Ссылка есть в описании. За чистыми эмоциями туда. Вообще, ситуация, конечно, показательная. Социальное недовольство системой образования достигло той точки невозврата. Что министр приходит на Первый канал, чтобы похвастаться, какой он молодец. И как все у нас чики-бабони в школьном королевстве. Что ОБЖ вон хотят переименовать в основу безопасности и защиту Родины. Всем сразу жить легче стало. Так вот, чиновник пришел рассказать об успехах. А его прямо в грязь. Личиком. На Первом канале. Там, где по идее должны были поддержать. Ну, мы ж сказки с лапшой любим. Решились задать все те вопросы, которые есть у нормальных людей. И это максимально удивительно. Для Кравцова уж точно. Тут и вопросы о престиже профессии. И о дисциплине. И о зарплатах. И о воспитании в школе. Совершенно неожиданно ведущая первая Екатерина Стриженова прошлась по всему. И мне кажется, дело здесь не внезапно проснувшейся тяги к правде. А раскроем-ка мы глаза зрителям. А в полном понимании, что скрывать-то вообще-то уже бессмысленно. Все и так все знают. И здесь Кравцова, честно говоря, хочется пожалеть. Из всех министров он находится в самой уязвимой позиции. Бедняжка. Держи салфеточку. Легко развешивать аппетитную лапшу по ушкам, когда слушатели не особо понимают, о чем идет речь. То есть, вроде как все понятно. О, финансы, промышленность. А это что такое? Наука? Но далеко не каждый сталкивается с этими вопросами ежедневно. С образованием же все совсем не так. Добрые сказки о счастливых школьных годах можно рассказывать чиновникам. Чьи дети учатся не тут. И самой-самой верхушки. Их дети тоже не здесь учатся. Всем же остальным в подавляющем большинстве рассказы о лучшей системе в мире не особо заходят. Потому что ты либо сам учишься, либо отучился, либо каждый день наблюдаешь своего ребенка и его школьные проблемы. Я уже неоднократно говорил, что у каждого из нас есть своя история максимально тесного взаимодействия системы образования. И для многих все это движется по кругу. Я? Теперь мои дети. В общем, практического опыта хватает. И тут Сергей Кравцов такой на ТВ. Я лунтик, я родился. Его рассказы настолько далеки от реальности, что ты либо соглашаешься с ним и выставляешь себя, дурак, полностью оторванным от жизни человеком. Либо задаешь максимально очевидные вопросы, которые ставят министр в тупик. Ох, как бы я хотел взять интервью у министра просвещения. Это была бы кровавая баня. Павел Остапов и Сергей Кравцов. Лучший пэринг в истории. Сергей Сергеевич, как привлечь лучшие кадры именно в школу? Вот как, чтобы такие люди, как вы, пошли в школу? А может не надо? Хотя... Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто бы хотел себе такого учителя, как Сергей Кравцов. Тенденция изменилась. И сегодня педагогическое направление третье по популярности. На первом месте медицинское направление, на втором информационные технологии, на третьем педагогическое образование. Уже второй год подряд. Ох, объясните уже кто-нибудь этому человеку, что поступление в педагогический вуз и работа в школе, это совсем не одно и то же. Даже не близко. В прошлом году мы с вами смотрели очень неплохое интервью ректора одного из педагогических вузов в Казани. Студентов много, учителей мало. Особенно английского. Почему же? Спросит Сергей Кравцов. Потому что человека с хорошим знанием иностранного языка, а значит неплохими перспективами, не загонишь работать в школу за копейки. Удивительно, правда? Но зато студент в море. Пожалуйста, не рассказывайте Сергею Кравцову об этом. Это будет наш маленький секрет. А осознанность с помощью чего измеряли? При поступлении спросили? Вы меня порадовали, потому что раньше в педагоге шли те, ну как бы пединститут, я имею в виду, люди, которые никуда не поступили. Сегодня ситуация меняется. И сегодня престиж профессии учитель. Ну давайте о престиже поговорим. Тут главное не засмеяться, когда слова престиж и учитель в одном предложении встречаются. Да, есть очень много проблем еще. Они остаются проблемами. Но престиж профессии учителя, вот как я уже сказал, не случайно президентом этот год объявлен год педагога иностранника. Вы понимаете, вот для того, чтобы молодежь пошла учиться, ну захотела стать учителем. Удивительно, но похоже на Стриженову фраза о годе педагога не особо впечатление произвела. Странно. Для этого нужно вот создавать вокруг просто пошагово для учителя условия. Конечно. От зарплаты до квартиры до... Потому что уважения нет ни у учеников, ни у родителей. Вы просто посмотрите в эти глаза. Мы об этом не договаривались. Да что ты, черт побери, такое несешь? А теперь просто обратите внимание, о чем говорит Екатерина. Зарплата, квартира. И что противопоставит ей Сергей Кравцов? У нас на одной чаше материальное благосостояние, а на другой Кравцов. Конечно, где-то могут быть разные ситуации. Ну, знаете, где-то. В большинстве же российских городов учителя самые уважаемые люди. Правда-правда. Я сам проверял. Нет. Для этого есть директор школы, есть администрация школы, куда можно обратиться и решить тот или иной вопрос. Как можно решить тот или иной вопрос, если сейчас в большинстве школ даже на второй год не разрешают оставить? Что администрация сделает? Ну, учет поставит. Вау. А только кого? Ученика или учителя? Эт, же он не сумел педагогический подход найти. У родителей будут проблемы? У мамы с папой будут проблемы, если детеша дома голодный и без одежды. Та самая неблагополучная семья. А если Абут одет на разговоры о важном ходе и гимн по понедельникам поет, тут все вопросы исключительно к учителю. Дома он себя так не ведет. Правда? Мы действительно должны добиться того, и мы к этому стремимся, чтобы вернуть авторитет учителя. Угу. Как? Так, можно, пожалуйста, по пунктам? Я записываю. Тут просто сейчас такая важная информация прозвучит, что специально для этого я достану свой невидимый блокнотик с невидимой ручкой и начну невидимыми чернилами все записывать, чтобы ничего не пропустить. Что уже сделано? Первое. Из-за закона образования исключено понятие образовательной услуги. Теперь смотрим на лицо Стриженовой. Нат импрест, Сережа. Нат импрест. Сережа, я тебя любила тоже. Потому что система образования, система воспитания, это никакая не услуга. Да, есть сфера услуг, но это не относится... Кто-нибудь уже представил себе, как ученик, который максимально неуважительно относится к учителю, мгновенно в паиньку превращается, ведь слово «услуга» и закон об образовании убрали. Вот и у меня с этим проблемы. Может быть, кто-то решит пойти в школу работать, потому что больше никаких услуг. Знаете, у нас периодически депутаты могут назвать слугой народа. И представьте себе, все еще максимально престижная профессия. Потому что так престиж только в голове у Сергея Кравцова работает. Когда в прошлом декабре педагогическая общественность обсуждала, что же в год педагога учителям презентуют, большой, толстый – ничего. Я сразу же сказал, со словом «услуга» будут носиться, как с писаной торбой. И усё. И что в итоге? Кто оказался прав? Нет, ну реально, вот просто все – министр, чиновники, депутаты, президент – высказались про услуги. Но главная проблема системы образования явно решена. Реально, школьная жизнь – до и после. Первое, то, что сделано – это очень важно. Очень важно. Кого не спроси, все в тотальном восторге. Некоторые педагоги даже решили заслуженного отдыха вернуться, ну чтобы хоть немного поработать в этом новом дивном мире без услуг. Потому что без квартиры денег уже работали. А вот как оно без слова «услуга» – неизвестно. Учителя, напишите в комментариях, дышать стало легче? Второе. По поручению президента был принят закон о возвращении системы воспитания в школу. Утверждён единый календарный план тех мероприятий, которые проводятся в школе. Ещё раз обратим внимание на лицо Стриженовой. Серёжа, я тебя любила тоже. Сергей Сергеевич, молодёжь не хочет идти в школы. Учителям нужна материальная поддержка. Да-да, конечно. Мы вот слово «услуга» убрали и вернули воспитательную работу в школы. Слышите? Эт студенты в школу бегут устраиваться на работу. А теперь просто вспомним, о чём говорила Екатерина и что озвучил Сергей. Здесь у нас «квартира и деньги», здесь отсутствие слова «услуга» и «воспитательная работа». Престиж! Чувствую я тебя. Престиж! Только не уходи, престиж у меня внутри. Престиж, престиж. Я уже смысл слова «престиж» потерял. Введены должности советника директора по воспитанию. В чём его функция заключается? А я добавлю, как это повысит престиж работы учителя. Мы вообще-то об этом говорили. Мы типа с престижем закончили? Всё? Больше пунктов не будет? Круто, конечно. Коллеги, сердечно поздравляю с годом педагога. Лол, кек, чебурек. Его функция заключается в том, чтобы ребёнку было интересно. Чтобы организовать деятельность, вывести из интернета, из социальных сетей, отвлечь. А теперь просто представьте, в школе появится один педагог, который всех детей из интернета вытащит. Вот это я называю настоящее педагогическое мастерство. Он там случайно не на голубом вертолёте в школу прилетит, а то просто очень похоже. Кто будет делать вот этот советник? Он с ними будет играть на переменах? Он будет, я не знаю что, водить их за руку по кружкам? Екатерина, хороший вопрос, правильный. Как пример я вам скажу. У нас есть федеральный центр Артек. В чём отличие Артека, может быть, от других лагерей? Что ребёнок, попадая в Артек, он полностью занят. Занят позитивной деятельностью. И на третий день директор Артека звонят родители и спрашивают, А где мой ребёнок? Почему он не в социальных сетях? Почему он мне не звонит? Так вот, советник директора проходит обучение в Артеке. Вау, ну раз в Артеке. Опять же, давайте договоримся, что мы не будем Сергею Сергеевичу рассказывать, что в Артеке ни один педагог трудится. Да и материально-техническая база в Артеке и деревне Чунина несколько отличается. Прям безумно интересно, что же ты за волшебный человечек такой, который в одиночку всю школьную жизнь поменяет. Может быть, нам тогда просто всех учителей в Артек отправить? И фактически те технологии работы с детьми, которые используются в Артеке, мы сейчас переводим в школу. Сколько людей трудится в Артеке, и сколько помощников директора по воспитательной работе в школе? Ещё вопросы есть? И все советники обязательно проходят обучение. Это ребята, у которых горят глаза, которые имеют педагогическое образование, которые прошли обучение в Артеке. Если я ещё раз услышу слово Артек, мне станет плохо. Теперь, как мы понимаем, это возможно сделать, забрать телефон, потому что будет педагог воспитывать. Дальше ребёнок устраивает истерику на всю школу. Окей, а как конкретно вы будете работать с родителями? Что нового в эту работу привнесёте? Потому что сюрприз-сюрприз с родителями и до этого взаимодействовали. Вот, Сергей Сергеевич, вот что вы скажете ребёнку, который говорит, вот этот дяденька-министр хочет у меня ещё и телефон забрать. Послушайте, откройте любого блогера, у которого миллионы подписчиков. Он никакого образования не получал, а уже такие деньги зарабатывает. Мы это прекрасно с вами понимаем, что блогер – это бизнес, что не он говорит то, что он думает. Не он говорит то, что думает. Чего? Может быть, он говорит не то, что думает? Или озвучивает чужие мысли? Типичный министр просвещения. Что весь сценарий – это огромный бизнес, который направлен совсем на другое. И изучение достаточно большой прибыли. Как ребёнка мотивировать, что ему нужно образование, и потом он заработает деньги. А он хочет деньги сейчас. И без образования, и популярность, и всё, что хочешь. Есть комплексная система воспитательной работы, которая объясняет ребёнку, подсказывает ребёнку, говорит, что хорошо, что плохо. И не просто навязывает. Но и на примерах, так, чтобы ребёнок… Кать, ну что сложного? Квартиры, деньги – это плохо. План воспитательной работы вместо зарплаты? Зашибись! Я хочу обратиться к нашим учителям, к нашим педагогам, сказать огромные слова им благодарности. Сегодня против нашей страны идёт война, в том числе информационная война. И сегодня наши педагоги, так же, как ребята, воюющие, участвующие в специально-военной операции, защищающие нашу страну, наш мир, так же наши педагоги защищают наших детей. Но денег всё равно не дождётесь. Какой можно сделать вывод? Всё круто? Я, правда, просто не знаю, что ещё сказать. Мне кажется, всё и так очевидно. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте подписываться на мой Телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня материально, то по ссылке в описании можете перейти на мою страничку Boost и подписаться. Кстати, сейчас вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Там все ролики доступны без рекламы, они появляются там раньше. Ну и кроме того, есть эксклюзивный контент. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моём следующем видео. Всем хорошего дня и до встречи.